Приветствую! С вами Якимов Игорь. Продолжаю серию уроков про электросчетчики. В этом уроке мы рассмотрим как поменять электросчетчик. Электросчетчик вы можете поменять сами или пригласить другого мастера. Разберемся в каких случаях меняется счетчик. В первую очередь счетчик меняется при его неисправности. Основными признаками неисправности счетчика являются. Во-первых, оплавлен корпус прибора. Во-вторых, когда присутствуют следы гари на корпусе, стекле, проводах. В-третьих, счетчик считает без нагрузки. Это явление называется самоход. В-четвертых, отсутствует напряжение после счетчика. При проверке схемы подключения счетчика оказывается, что до счетчика есть напряжение, а после счетчика нет. В-пятых, не работает индикатор счетчика. Это в основном касается электронных счетчиков. В-шестых, счетчик не считает показания. Это когда при подключенных потребителях электроэнергии счетчик не считает показания по электричеству. Также разберем другие причины замены счетчика. Подлежат замены все счетчики классом точности более чем два с половиной. Во-вторых, это повышенный шум при работе счетчика. По этой причине вы можете поменять любой механический счетчик на электроны. В-третьих, неадекватное отображение информации. Это когда на электронных счетчиках на табло не работают некоторые элементы. И невозможно правильно прочитать показания. В-четвертых, сомнения правильности показаний. Это когда при больших нагрузках он мало считает электроэнергию и при малых нагрузках он считает много. Про то, как проверить правильность показания счетчика, я запишу отдельное видео. В-пятых, это переход на многотарифную систему. И в-шестых, это переход на умные счетчики. То есть, те счетчики, которые передают показания прямо в энергосбыт. Прежде чем снять счетчик, нужно получить разрешение на замену счетчика. Даже если счетчик ваш личный, пломбы стоящие на счетчике принадлежат энергосбыту. И без разрешения нельзя их снимать. Иначе к вам применятся штрафные санкции. Как это сделать? Во-первых, можно лично обратиться в энергосбыт. Там вы напишите заявление на смену счетчика. Они или пришлют к вам специалиста, чтобы снять последние показания. Или специалист снимет последние показания счетчика тогда, когда он будет пломбировать новый счетчик. Рекомендую при обращении в энергосбыт сфотографировать счетчик, чтобы были видны его показания. А также его распечатать. Эту фотографию могут принять и не станут присылать к вам специалиста на дом, чтобы проверить эти показания. А проверят эти показания тогда, когда будут пломбировать новый счетчик. Во-вторых, вы можете вызвать инспектора на дом. И он подтвердит необходимость замены счетчика, выдаст акт на замену счетчика и снимет пломбу. Если у вас отсутствует напряжение в квартире, то вы можете не ждать, пока придет инспектор на дом. Или когда у вас найдется время, чтобы сходить в энергосбыт, вы можете вызвать аварийную службу. Они вышлют специалистов, которые снимут пломбу и включат напряжение в вашей квартире. Или дадут разрешение на снятие пломбы. Вы можете сами или вызванный вами электрик подключить напряжение в вашей квартире. При этом аварийная служба передаст ваше обращение в энергосбыт и снятие пломбы будет официальным. Кто может менять счетчик? Вы можете вызвать электрика из энергосбыта. Вы можете вызвать электрика из обслуживающей ваш дом организации. Это может сделать ваш знакомый электрик или частный электрик, который вы вызовете по рекламе. А также вы можете поменять это самостоятельно. При этом вы должны отдавать себе отчет, что вы это все делаете на свой страх и риск. И ответственность за качество работы бежит на вас. Процесс снятия счетчика. Во-первых, вы должны отключить в одной автомат или рубильник, который стоит перед счетчиком. Снять пломбу и открыть крышку с клеймами. Напоминаю, прежде чем снять пломбу, вы должны иметь на это разрешение. В-третьих, проверить отсутствие напряжение на счетчике. Это можно сделать индикаторной отверткой. При этом индикаторная отвертка должна быть проверена. В-четвертых, пометить провода и зарисовать схему. Я обычно это делаю с помощью белой изоленты. Наклеиваю на провода и подписываю или первый, второй, третий, четвертый или фаза вход, фаза выход, ноль вход, ноль выход. В-пятых, отсоединить провода и снять счетчик. В-шестых, заизолировать отсоединенные провода, на случай, если кто-нибудь включит входной рубильник или автомат. В-седьмых, сохраните счетчик до снятия с него показаний, если это не было сделано до снятия. Разберемся, как производится плата за электроэнергию в процессе замены счетчиков. Оплачивается электроэнергия между снятием пломбы и принятием в эксплуатацию счетчика по среднему тарифу, который считается по потребленной электроэнергии за последние полгода. Причем по такому тарифу платится в первые три месяца. Если вы не установили счетчик в течение трех месяцев после снятия пломбы, то потом электроэнергия платится по нормативу. Иногда даже с повышающими коэффициентами. Поэтому с установкой счетчика лучше не затягивать. Несколько советов по тому, как покупать новый счетчик. Во-первых, проверьте первичную поверку счетчика. Со времени первичной поверки до установки счетчика не должно пройти более двух лет для однофазных счетчиков и более одного года для трехфазных счетчиков. Обязательно согласуйте марку электросчетчика с энергосбытом, так как они будут принимать его в эксплуатацию. В-третьих, проверьте наличие пломб на электроприборе. Если не знаете где они находятся, попросите продавца, чтобы он вам их показал. В-четвертых, проверьте целостность корпуса прибора. Так как если вдруг на корпусе электросчетчика найдутся трещины, его не примут в эксплуатацию и вы его не сможете поменять по гарантии. В-пятых, проверьте заполненность гарантии и не забудьте взять чек на случай если электросчетчик окажется неисправным и вы можете его поменять по гарантии. Очень часто меняется индукционный счетчик на электронный счетчик. При этом применяются переходные пластины. Мне очень нравится вот такая переходная планка. Особенность ее в том, что можно менять положение счетчика и соответственно выставлять так, чтобы удобно читались показания счетчика в окошке счета. Но зачастую достаточно и такой переходной планки, которая стоит очень даже недорого. Дальше разберемся с процессом установки электросчетчика. Прежде всего проверьте, что входной автомат или рубильник отключен. Дальше проверьте отсутствие фазы на провода к счетчику. Установите счетчик и откройте крышку для доступа к клеймам счетчика. Снимите изоляцию с проводов на расстоянии около двух с половиной сантиметров. Но в нашем случае, так как мы меняем счетчик, у нас провода уже должны быть зачищены. Просто снимаем с них изоленту. Пятых. Провода подключаем по нарисованной нами схеме, которую мы делали при снятии электросчетчика. Шестых. Правильно подключаем провода к электросчетчику. Вначале вводим провод. Зажимаем верхний винт. Легким подергиванием проверяем, что провод зажат. И потом зажимаем нижний винт. В результате провода должны быть зажаты на оба винта. Дальше проверяем правильность схемы подключения. На следующих слайдах я привел схему подключения однофазного счетчика и трехфазного счетчика. После этого входным автоматом включаем напряжение на счетчик и проверяем работу счетчика. Включаем какую-нибудь мощную нагрузку и смотрим как счетчик считает показания. На этом слайде я привел подключение однофазного счетчика. Эта схема универсальная и подходит для любого счетчика. То есть на первую клейму у нас подходит фаза. Выходит на квартиру со второй клеймой. На третью клейму у нас приходит 0 и выходит на квартиру через четвертую клейму. Проверьте чтоб у вас именно так был подключен счетчик. Дальше привожу схему подключения трехфазного счетчика. Данная схема подходит для счетчиков, у которых 8 контактов для подключения. Существуют также трехфазные счетчики, у которых 11 контактов для подключения. Они чаще всего используются в промышленном оборудовании и в быту применяются редко. Если вам все же нужна схема подключения счетчика у которого 11 контактов, то пишите в комментариях и я для этого запишу отдельное видео. Как подключать такие счетчики как с трансформаторами тока, так и как в нашем случае напрямую. Как вы видите первая фаза приходит на первый контакт счетчика. Со второго контакта она выходит к нам в дом. Вторая фаза приходит на третий контакт счетчика. С четвертого контакта входит в наш дом. Третья фаза приходит на пятый контакт счетчика. С шестого контакта третья фаза приходит нам в дом. Ноль подключен к седьмому контакту счетчика. С восьмого контакта заходит ноль в наш дом. Эта схема универсальна и подходит для любых восьмиконтактных счетчиков. Существуют электросчетчики с двумя датчиками тока. Понять то, что мы имеем дело с электросчетчиком с двумя датчиками тока, мы можем понять по такому знаку, который похож на гантельку. На этом счетчике вот этот знак расположен тут. Я привел тут два счетчика, которые я знаю. Это счетчик энергомеры и счетчик украинской компании НИК. Если вы знаете еще какие-то электросчетчики с двумя датчиками тока, то пишите в комментариях. Эти электросчетчики особо требовательны в правильном подключении. Они имеют по сравнению с другими счетчиками два датчика тока. Один в фазе и один в нуле. Если счетчик подключен неправильно, это приводит к повышенному течению тока через нулевые клеймы счетчика и в результате счетчик показывает более большие показания. Это происходит в основном тогда, когда после счетчика нулевой провод подключен к корпусу электроприбора. Это для квартир. Для домов, если нулевой провод подключен к шиной заземления. А также счетчик может врать, если нулевой провод подключен к квартире к системе уравнивания потенциалов, которая расположена в ванной комнате и туалете. Тут приведена неправильная схема подключения в электросчете квартиры, которая расположена на лестничной клетке. У нас получается нулевой провод вначале идет на корпус щита, а потом уже в квартиру. Нулевой провод подключен к корпусу щита, а потом с корпуса щита нулевой провод идет в квартиру. Это неправильно. Тогда через нулевой датчик тока счетчика идет уравнивающие токи и он показывает неправильные показания. Иногда он считает два раза больше, чем реально потребленная электроэнергия. При работе таких счетчиков надо обратить внимание, чтоб не горел на счетчике энергомера вот такой светодиод, который показывает, что ток фазы не равен току нуля. А в счетчике украинской компании нужно смотреть, чтоб не горел светодиод реверс и не горел светодиод земля. Это тоже показывает неправильное подключение этого электросчетчика. После того, как установили счетчик, нужно его принять в эксплуатацию. Пишите заявление на опломбировку счетчика вашей энергоснабжающей организации, если вы его еще не написали ранее. Дальше вы должны оплатить услуги на опломбировку счетчика в банке. Согласуйте с энергосбытом время прихода инспектора для пломбировки счетчика. Инспектор придет, осуществит проверку правильности подключения, установит пломбу на счетчик и автомат или рубильник, который находится перед счетчиком, а также выдаст акт о выполненных работах, в которых занесет показания старого счетчика, показания нового счетчика, марку счетчика, его инвентарный номер, а также время установки счетчика. С момента принятия счетчика в эксплуатацию вы будете платить за электроэнергию, согласно его показаниям. Надеюсь, вы разобрались, как поменять электросчетчик, а также определились, вы будете менять электросчетчик сами или вызовите другого специалиста. Чтоб не пропустить новые видео на моем канале, подписывайтесь и жмите колокольчик. Ставьте лайк и делитесь в соц сетях. Очень жду ваших вопросов в комментариях и конечно делитесь своим опытом по теме. До встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok